Некоторые утверждают, поскольку я грешный человек, и я знаю, что я грешный, как я могу говорить о духовных вещах? Это же даже неудобно, даже нескромно, нехорошо. Святые отцы утверждают, и это надо помнить, особенно для священников и учителей. То есть для всех тех, кто волею Божию, промыслом Божиим поставлен говорить, кем бы он себя ни видел, каким бы ни считал, он должен знать хотя бы своим умом, где правильный путь христианской жизни, а где ложный, где истинные принципы, а где заблуждение. Он должен это знать и говорить другим об этом. обязан говорить, кем бы, каким бы он ни был. Один святой так и говорил, я хотя по шею в болоте нахожусь, вот-вот я захлебнусь, но я кричу другим, не ходите сюда! Это очень важно, друзья мои, для нас, поскольку мы учимся в духовной школе, и многие станут, можно сказать, почти все, или священнослужителями, или преподавателями, или миссионерами, катехизаторами и так далее. В общем, все те, кто будут обращаться к людям. Очень хорошо, если человек будет видеть себя грешным. Ужасно, если он видит себя достойным. Это ужасно! Вот тогда, я скажу, наверное, лучше ему рот и не раскрывать, как только он увидит себя достойным. Учить людей. Тогда купите замок пудовый и закройте на него свой рот. Потому что это ужасно! Это состояние какой-то внутренней гордыни, которая не даст возможности людям получить то, что им совершенно необходимо для жизни. Так что, видите, парадоксально звучит, но это очень важно. Тот, кто поставлен очередь, но видит себя, что он не достоин действительно, и то, что он говорит, это его обличает самого. То, что он говорит, его самого обличает. Этот человек обязан говорить. Тот, кто напротив видит себя достойным и хорошим, и могущим преподавать и учить, тому советую закрыть рот на замок. Никакой пользы не будет. Именно об этих людях сказал Господь Евангелие такие сильные, я бы сказал просто страшные слова, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делайте его вдвое худшим из себя, сыном гиенны». Слышите? Вот о ком это сказано. Кто видит себя способным, достойным, учителем и так далее. Вот так. Так вот, церковь, видите, что такое? Церковь есть. Единство в Духе Божьем. Знаете, как Дух может объединять людей? Именно Дух объединяет людей, не кровь, вы слышите? Часто родные и не имеют никакого общения друг с другом, даже враждуют. И, напротив, люди, часто совершенно незнакомые, чужие, вдруг сходятся, даже любят друг друга, образуют даже семьи. Единство духовное ощущают, и это единство является только тем подлинным единством, которое достойно человека. Так вот, единство в Духе Божьем вот всех тех людей, которые не знают себя, не знают друг друга ещё, так, их единство в Духе Божьем и составляет церковь. А они именно и входят в церковь. А внешне, формально, сами понимаете, у нас, наверное, сейчас в России, не знаю, сколько, 90 или процентов, ну, пусть 80 процентов крещённых, ну, пусть 75, ну, 70. И что? И что? А в церковь сколько ходит людей? Наверное, ходят так, как я. Я как ни приду, всё Христос Воскресе поёт. Да думаю, что ж такое круглый год поёт? Да. Вот так. А в церковь-то никто даже в храм не ходит, а крещённые все, все члены церкви. Как член церкви? Галочка поставлена. Ну, вот так, друзья. Это очень важно не смешивать вот эту суть церкви с внешней организацией, с внешней стороной. Я на это подчёркиваю. В этой церкви внешней, так сказать, в канонической церкви, кто самые важные люди? Ну, иерархия, там, там, учителя, там, профессора. Это неизвестно, верят они во Христа или нет. То есть, внешне-то, конечно, верят, а внутри не заберёшься. Кто истинный член церкви в теле Христовом, в истинной? Кто? Часто те, которых мы не видим и не знаем, которых презираем. Вспомните житие юродивых, как над ними насмехались, смеялись и не знали, что он-то и является великим членом церкви, а вы-то, крещённые, никто. Хотя и в храм ходите иногда. Ну, вот так. Вот в связи с этим, вы знаете, в связи с вопросом о церкви возникает очень серьёзный вопрос, который буквально мучает очень многих, смущает очень многих, вокруг которого, я вам скажу, часто разгораются страсти, споры, причём не какие-нибудь, а доходят до враждебности. Кстати, кстати, обратите внимание, когда спор, дискуссия вводит человека во враждебное состояние, знайте, он неправ. Неправ не в том смысле, что он высказывает, может быть, он неправ по своему духовному состоянию. Это беда, если человек доходит до такого состояния. Никогда нельзя доводить спор до вражды. Запомните, пожалуйста, ради Бога. Лучше замолчать, отойти, сказать примирительные слова, рассказать о том, как соловей поёт, но не доводить до вражды. Так вот, один из тех важных вопросов, который действительно у многих возникает, это вопрос таков. А кто же спасается? Спасаются ли все крещённые? Спасаются ли все христиане? Спасаются ли только православные? А спасаются ли те, которые вообще не знают и не знали никогда о Христе? А спасаются ли иудеи, мусульмане, буддисты, атеисты? Вопрос-то, который мучает многих. И он не просто мучает, а он имеет под собой и глубокую, я бы сказал, основу разумную. А какую разумную? Если вы посмотрите, сколько христиан в мире даже сейчас, когда прошло 2000 лет, то увидите, их число, их число гораздо меньше, чем все те, которые о Христе или вообще не знают, или только слышали, но ничего не понимают. Смотрите, сколько христиан? Ну, я не знаю, даже двух миллиардов не наберется, может, полтора миллиарда. Ну, пусть два, а сейчас-то шесть с половиной миллиардов населения. А возьмите население до Христа, кто что знал, кто понимал. возьмите нашу Россию, первое тысячелетие, вообще христианства не было. Возьмите Америку, где там только, когда там Колумб открыл Америку. Представляете, что все погибают? Это вопрос, с которым обращаются, и который, естественно, мы друг с другом должны обратиться и понять. И почему это вопрос? А потому, что одним из самых важных положений христианской веры, я бы сказал, центральным, из которого все исходит, это есть утверждение – Бог есть любовь. Обращаю ваше внимание при этом. Интересно, Бог не имеет любовь, а есть любовь, чем ещё раз подчёркивается, подчёркивается, что Он есть дух, Он есть дух, а не существо, в котором может быть, а может не быть. Он дух, и этот дух кто есть? Любовь. Я надеюсь, мы ощущаем вот это различие между тем, что имеют любовь или есть любовь. Так вот, если Бог есть любовь, то и возникает отсюда вопрос, как же понимать нам возможность спасения всех людей, всего человечества? Вопрос даже более принципиально ставится. Мог ли Бог дать жизнь множеству-множеству людей, эту жизнь земную, только для того, чтобы затем погубить их навеки, зная прекрасно, что они изберут зло, многие изберут зло, а не добро. И зная, будучи Богом это, Он даёт жизнь, жизнь для чего? Чтобы пожили здесь несколько десятков лет и затем в нескончаемые муки пошли. Вот вопрос. Кстати, скажу вам, вам этот вопрос будет. Мне это много раз задавали на лекциях, кстати, где-нибудь в университетах, эти вопросы. С этим вопросом вам придётся сталкиваться, вы никуда просто не денетесь от этого вопроса. Вот сегодня мне и хочется поговорить на эту тему. Изложить вам несколько точек зрения, по этому вопросу, просто попытаться изложить объективно, как это есть, с тем, чтобы вы могли представить себе картину этой проблемы. Могут ли спастись неправославные? Почему ставится так вопрос? Потому что целый ряд утверждений, причём никаких нибудь утверждений, каких-то богословов, нет. Мы находим это утверждение, утверждение о том, что спасутся только православные, у святых отцов найдём. Не у кого-нибудь, слышите? А я вам повторяю, чем православие отличается от западных конфессий? Оно держится святых отцов. С Библией в руках все идут, все конфессии. Соля, скриптура, помните? Только Писание. И Писание это понимает настолько по-разному, что потом вообще уже друг друга не понимают. Поэтому православие держится этого принципа. Как учат святые отцы по какому-то вопросу, так мы говорим, есть такова истина. Так вот и здесь давайте посмотрим. Итак, несколько взглядов. По крайней мере, три точки зрения таких основных на этот вопрос. Первая точка зрения, которую я уже, можно сказать, несколько обозначил даже, которая, кажется, отчётливо была выражена святым Киприаном Карфагенским, это святитель Киприан, и который сказал, что вне церкви нет спасения. Некоторые святые отцы прямо говорили, вне православия нет спасения, ибо всё, что вне его, это есть прелесть и заблуждение. Я надеюсь, что вы это слышали, и ничего тут нового нет. Как нам осмыслить это? Первое. Не случайно пришлось говорить о том, что, когда мы употребляем понятие церковь, оказывается, есть две реальности, стоящие за этим понятием. Одна реальность – церковь – тело Христово, единство в Духе Святом, другая реальность – организация, общество, если не организация, то общество кого? Крещёнок. Так вот, когда Киприан Карфагенский сказал, что «Extra ecclesia nulla salus est», то есть вне церкви нет спасения, то он сказал о церкви в том сущностном смысле. Слышите? В сущностном смысле. И здесь эта формула и эти его слова абсолютно верны. Да! Церковь есть тело Христово, и спасение возможно только во Христе, только через причастие к Христу, и поэтому вне Христа, вне причастия ко Христу, конечно, не может быть, потому что само спасение есть ничто иное, как во Христе, со Христом. Слышите? В Нём спасение. Он есть спасение. Он есть Царство Божие, если хотите. Он есть Бог. С Ним спасение. Поэтому вне Его о каком спасении может быть речь. Так вот, вот это, понимая эти слова, что вне церкви нет спасения, понимая, мы можем тогда и понять, что действительно вне церкви, как единства в Духе Божьем, как принадлежности к телу Христову, ни о каком спасении речь идти не может. Как только мы коснёмся понимания церкви как общества, ну, то, что во всех наших катехистах написано и в догматиках, всюду так и написано. Что такое церковь? Вы сейчас тут же отчеканите. Да. Это общество людей, объединённых и начинаем верой, таинством, дисциплиной, иерархией, общества людей. Да не общество людей! Мы можем только входить в церковь или удаляться от неё, или выпадать из неё. Не мы составляем церковь, а мы входим только в церковь, ибо церковь есть тело Христову, Христос, в конечном счёте. Вот что. Так вот, если мы будем говорить о церкви как об обществе, тогда действительно эти слова уже вызывают вопрос. Тот, кто находится вне общества, канонического общества, называемого церковью, допустим, православной церковью, то есть тот, кто не крещён, тот, кто не верует во Христа, если все эти люди погибают, кто не принял крещение, слышите? Вот тогда вопрос. Почему вопрос? Ну, я надеюсь, вам всем понятно. Ветхозаветные люди вообще не могли принять крещение, поскольку его и не было. До Христа вообще не было. И по учению церкви никто из них Царство Божие не мог получить. Было какое-то другое состояние, состояние шеол. Так? Только с воскресением Христа они получили спасение. Слышите? Ветхозаветные люди благодаря жертве Христовой и его воскресению получили спасение. Хотя вера их, сами понимаете, как была отлично от веры христианской. Хотя они не имели никаких таинств. Тем не менее, жертвою Христовую все получили спасение. А возьмите, сколько мучеников, которые, участвуя в казни, в издевательствах над христианами, вдруг бросали свои орудия казни и объявляли – я христианин. тогда его казнили. И христиане с величайшим благоговением брали его останки и вносили в диптих вносили, то есть, святцы. Слышите? Он причислялся к церкви к лику святых. Этот кто? Вот только что язычник и палач, но покаявшийся. А правый разбойник? А он, когда принял крещение? А он, когда причался? В том-то и дело. Ничего и не было. Не было. И то, жертвую Христовую, они оказались спасёнными. Ветхозаветные люди, многие из них ничего не страдали и не проливали кровь, но причисленные церковью, почитаются церковью, как святые. Ничего над ними не было совершено. Ничего. И они шли куда? Преисподние. Жертвую Христовую по учению церкви святых отцов, а никого не будет. Да. Жертвую Христовую. Они спасены. Выведены из ада. Спрашивается, как же можно это понять? Когда сам Христос сказал, если кто, помните, не родится от воды и духа. Как же? Как это понимать? Вот, видите, приходится объяснять такие простые вещи, что не смешивайте, пожалуйста. Одно дело – священно действие, то есть те действия и слова, которые произносит священнослужитель, совершая вот эту таинство, и другое совсем дело, Господь даёт благодать таинства, но даёт только тому, кто действительно способен принять его. Поэтому мы говорим, что все эти ветхозаветные праведники, если хотите, все эти мученики, этот правый разбойник, они получили дар благодати крещения, в силу чего? В силу духовной способности принять это. Итак, первая точка зрения, я бы сказал, такая она, очень-очень строгая точка зрения, что вне крещения спасения нет, вне православия спасения нет. вот эта первая точка зрения. Какие они встречают возражения, я уже вам сказал. Во-первых, это значит, что подавляющее большинство человечества получило жизнь от Бога для того, чтобы потом подвергнуться нескончаемым мучениям, ибо они не приняли крещение, и даже многие из них не веровали во Христа. Это, правда, вызывает действительно серьёзный вопрос, поскольку основной догмат христианской веры – это, конечно, догмат о том, что Бог есть любовь, и Он никому не желает зла. И если Он что-то творит, то творит только благое. Вот это первая точка зрения. И вот видите, какие она, так сказать, вызывает, если хотите, что ли, ну, недоумение. Получается так, Христос, если даже ветхозаветные люди спаслись Его воскресением, то почему в Новом Завете такие же люди, не знавшие Христа, или далёкие от этого, или неверящие, а они погибнут? То есть получается тогда, что Христос Своей жертвой привнёс новые такие трудности для спасения, которых даже не было и у ветхозаветных людей. Понимаете, да? Оказывается, сложнее стало спасаться. Вот, это первая точка зрения, которую можно назвать, так сказать, формально канонической, поскольку вся она сопрична с чем? С принятием, каноническим принятием веры христианской, с каноническим принятием крещения. Вот так. Есть вторая точка зрения, куда более сложная. И, я скажу, что более сложная для восприятия, которую я бы назвал теософской точкой зрения. В чём её суть? Этой теософской... Она характеризуется вот чем. что каждая религия, все религии ведут к одной цели. Помните, мы с вами проходили тему «В одного ли Бога верует во всех религиях?» Помните? Так вот, теософская точка зрения утверждает, что все религии ведут к одному и тому же Богу только разными путями. Образ такой, знаете, хороший. Альпинисты с разных сторон покоряют одну и ту же вершину. Вот какова точка зрения. Я вам скажу, что на этой точке зрения действительно многие спотыкались. Эта точка зрения особенно присуща индуизму. Например, знаменитый Йох Рамакришна, это очень знаменитый, 19 века, он прямо писал «Тот, кто есть Кришна, в то же время он и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах». Всё! Это не важно! Это всё только имена. На самом деле, это всё одно и то же. Не имеет никакого значения. Или, например, даже отец Павел Флоренский что писал? Надо говорить не о подобии указываемых в язычести представлений христианским, а дерзнусь сказать о тождестве их, ноуменическом, то есть сущностном тождестве. Сами, ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чём ином, как именно об этом самом, о воскресении Его, этого самого, родившегося Спасителя мира. Слышите? О тождестве! Я не знаю, кого он подразумевал здесь под этими языческими пророками, потому что были действительно у некоторых языческих философов, мыслителей, пророков были, так сказать, проблески, направления были, но так сказать это, я вам скажу, это слишком сильно. Но, может быть, гораздо сильнее об этом написал протеерей Александр Мень, когда он пишет «Быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как Франциск, это осицкий, Тереза, это помните Тереза, которая кричала «О, Бог мой, супруг мой!» Тереза, Экхард, Святой Серафим, Саровский и людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, для обыкновенных, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак, «А первые, эти Франциски, Тереза и прочие, всем своим существом приобщились к божественной жизни и сами становились её носителями». Это он пишет в книге «Истоки религии». То есть, оказывается, видите, нет никакой разницы Франциск, Тереза, Экхард, Серафим, Саровский и так далее и прочее. Всё в одной плоскости. Или дальше, посмотрите, что он пишет. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики в какое бы время и в каком бы народе они не жили». Вы слышите? Индийские брахманы к чему приходили все мистики в какое бы время и в каком бы народе они не жили. И он дальше перечисляет. Яджиня Валкья и Будда, Платин и Ореопагит, Мейстер Экхард и Григорий Палама, Каббалисты и Николай Кузанский, это кардинал, Яков Бёме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшная, непереносимая тайна. Эту бездну с большой буквы бездна трудно даже назвать Богом, ну, ещё бы, вот это здесь я согласен вполне. Великий германский мистик Экхард, слышите, кто великий, ну, хоть бы сказал, поломали кто-нибудь, а великий германский мистик Экхард именует абсолютное начало божеством. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность большой буквы. Обратите внимание, какая? Который Лао Цзы называл Дао, Будда Нирваной, каббалисты Энсофом, христиане Божественной сущностью. Оказывается, вы слышите и Дао, и Нирвана, это буддисты, для которых вообще не верят в личного Бога, каббалисты, для которых Христос есть лжемессия. И христиане, как только разными именами называют, это всё, оказывается, одно и то же. А Григорий Распутин что писал? Распутин, известный Григорий, вы знаете, кто это такой, да? Что он говорил? Причём, это из никакой книги, а это цитирует его великий поклонник Платонов, Олег, который пишет «Жизнь за царя». Правда о Григории Распутине. И что пишет? Григорий Распутин утверждает «Всякая вера от Господа критиковать никакую веру нельзя!» Слышите? Вот вам теософский взгляд. Почему теософский? Потому что теософия, вы знаете, да, это связано с именем Блаватской, для которой, в общем-то, все религии – это одно и то же, хотя, на самом-то деле, для Блаватской именно индуизм – религия. Христианство она просто ненавидела. Оказывается, всё одно и то же. Получается, что нет никакой истины. Все эти рассуждения и межрелигиозные, так сказать, прения не имеют никакого смысла. Это глупости. Все религии истинны. И Христос, и Антихрист. Кстати, сейчас вышла интересная книга. Я вам скажу, я её принёс, захватил, чтобы вам даже показать её и сказать, что сейчас происходит на Западе, что творится. Именно творится. Я другого слова даже не могу вам сказать, даже придумать. Книга такая. Автор Ольга Четверикова «Измена в Ватикане». Вот такая вот книжечка. Она сама из МГИМО, из Московского государственного института международных отношений. Человек, который очень хорошо знает, что связано, так сказать, с жизнью на Западе. И она вот приводит целый ряд вообще совершенно потрясающих, просто страшных вещей. Тут многое можно было бы зачитывать, но что меня особенно поразило, это идёт мощная кампания по реабилитации Иуды Искариотского. Мощная! Причём, ниоткуда-нибудь идёт. А что вы? В недрах католической церкви. Вот, например, в январе 2006 года глава Папского совета по вопросам истории Монсеньор Вальтер Брандмюллер заявил, что образ Иуды стал жертвой теологической инсинуации. Для продвижения этой новой трактовки Иуды впервые организовали совместную с Национальным обществом публикацию найденного в XX веке апокрифического текста Евангелия от Иуды, принадлежащего одной из гностических сект, в соответствии с которым Иуда был единственным, кто понял истинную весть Иисуса Христа и предал его по его же Христа просьбе. Правда, саму Евангелие от Иуда в Ватикан отверх, но смотрите, что делают официальные лица-то. Я просто вам хотя бы зачитаю, какие основные положения некого доклада Абекасиса. Иуда – предатель, его любовь к деньгам – всё это абсурдные шаблоны или выдумки. Святой Иоанн, богослов, ненавидел Иуду и ревновал к нему. Он несёт главные ответственности за негативный образ Иуды, сложившийся у христиан. Иуда не предавал Христа, напротив, он хотел его спасти. В Гевсиманском саду, когда Иисус молился, Иуда один не спал. Правильно, он один не спал, верно. Это вот тут точно сказал. Только почему? Его вера во Христа была полной, он больше всех в него верил. Иуда был жертвой заговора. Историю Иуда надо пересмотреть. И так далее. Вообще, такие кошмары, что вы себе представить не можете. Совершенно очевидно, кто и кому это нужно защищать Иуду. Причём всё это на фоне страшной неприязни ко Христу. Уже дошло до того, что сейчас уже, можно сказать, на самом высоком уровне, да, речь идёт о том, что христиане, сейчас я вам скажу, должны разделить вместе с иудеями эсхатологическое ожидание. Помните, я вам говорил Иоанн Павел II? Мечтал о том, что христиане вместе с иудеями встретят Христа. Второе пришествие. Вот это так называемый иудео-христианский диалог, который поражает чем сейчас этот диалог? Нигде ни слова в этом диалоге не говорится о Христе и Антихристе. О том, что для христианства Христос есть Мессия, что для иудейства ортодоксального Христос есть лже-Мессия. Вы слышите? И вот теперь ладно там эти, когда политические всякие интриги, Бог с ними. Всякая идеология, вполне понятно. Здесь же идёт наступление на христианство. Уже само христианство начинается подменять. А оказывается, Иуда не предатель. Это опера, несчастный рок-опера Иисус Христос – сверхзвезда. Я помню, смотрел, слушал её в Лондоне. Да. Иуда – это такой разумный человек, трезво, смотрящий на жизнь. А Христос – какой-то, знаете, мечтатель такой, не понимающий жизни. Всё говорит он Бог и так далее. Понимаете, прям насмешка над Христом. Тайные вечеря, апостолы валяются, пьяные, кто на столе, кто под столом. Понимаете, сцены какие! Какое издевательство прямо над самой, я бы сказал, сокровенной, самой чистой. Это тайные вечеря. Я говорю этому католику, который говорит, что же вы делаете? Нет, это знаете, многие не знают ничего о христианстве. Это будет их первое знакомство с христианством. Я говорю, простите, вы что говорите? Вы что говорите? Вместо красавицы вы выводите на сцену какое-то обезображенное существо, карикатуру. И вы хотите познакомить людей, да, с этой красавицей, да? Вы что делаете? Я просто это к чему говорю вам? Я говорю, что сейчас на Западе вот эта теософская идея... Первое – одному Богу верят все религии. Слышите? Второе – уже касается непосредственно христианства. Оказывается, оно, христианство, должно стать на рельсе обращения, обращения возврата к Ветхому Завету. И, что вот просто постоянно подчёркивается, христиане должны понимать пророков, талмуд, Ветхий Завет, так, как понимают его иудеи. Вы слышите? Вот куда мы сейчас подобрались! И печально, что... Я почему вам эту книгу показываю? Что, оказывается, Ватикан здесь идёт в первых рядах среди христиан. Мы должны верить, понимать Ветхий Завет так, как его понимают иудеи, для которых Христос – лжемессия. Вы слышите, о чём? Куда мы идём? Вот этот теософский взгляд, о котором мы сами говорим, – это страшная вещь! В общем, скоро христиане, то есть западные христиане, уже сомнений нет, антихриста примут как Христа, потому что пропаганда сильнейшая! Причём пропаганда идёт на каком уровне? Учтите, что авторитет римского папы очень большой! Очень большой! Недаром его называют чуть ли не политиком номер один! И когда он делает заявление, когда он приезжает в Нью-Йорк и первый что-то посещает синагогу, когда в Израиле кладёт записочку у стены плача, записочку упоминальную, вы понимали, что такое упоминальная записочка? Когда мы подъём в церковь, мы к кому обращаемся? Ко Христу! А там кому? Вот это теософское направление сейчас или теософское понимание спасения, оно разрушит человечество, религиозно разрушит. Первое, что с этой точки зрения уничтожается – христианство. Сам образ Христа искажается полностью. Он постепенно, вы слышите? Постепенно его образ превращается в образ Антихриста. И, наконец, Антихрист будет принят как Христос. Вот каково направление современной христианской жизни, слышите? И очень печально, что это происходит в католицизме. Как, например, она считает, вот эта Ольга Четверякова, вот эта книжка, она считает, что это началось где-то в 30-е годы. Такая измена в Ватикане, как она называет. В 30-е годы. Но сейчас она, особенно, когда вот Иоанн XXIII, помните, организовал Второй Ватиканский собор, после которого начались такие либеральные изменения в католической церкви, отчего многие сами католики даже в ужасе. Наконец, Иоанн Павел II – это вообще Папа, так сказать. И Бенедикт XVI сейчас, который уже не как-нибудь, а уже называет Иоанна Павла II Великим. Слышите? Уже даже так! Кажется, трезвый человек, трезвый, кажется, богослов. Вы посмотрите, какая идёт игра! Это поразительно! И вся игра в одни ворота против христианства! Вот так! Такова суть этого теософского, я бы сказал, направления теософского взгляда на вопрос, в частности, и спасение нехристиан. Этой точкой зрения отвергается, полностью отвергается, какое-либо значение жертвы Христовой, слышите? Воскресение Христово – оно не имеет никакого значения просто! Меньше всего об этом говорится! О том же воскресении Христа – это всё – это ничто! Кстати, вы знаете, что? На Западе, например, ой, как празднуется Рождество! И Пасха! Ну, что вы! Это бледненький праздник! Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, то тщетно, напрасно наша вера, бессмысленно! Бессмысленно! Мы всё теряем! Если Он не воскрес, не будет никакого воскресения, никакой вечной жизни, никакого блага! Воскресение Христово уходит, уходит из сознания, из сознания людей! Повторяю ещё раз, этой теософской точкой зрения отвергается Христос! Отвергается Его искупительная жертва! Отвергается Его воскресение, и, следовательно, спасение! Вот чем характеризуется эта точка зрения! И есть ещё другая точка зрения, третья точка зрения, которую, как можно бы назвать, ну, сотериологическая точка зрения! Она основывается на словах Христа, который сказал, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в семь веке, ни в будущем. Вот слова Христа. То есть, что... Какой вопрос они вызывают? Что странно, даже хула на Христа, на Него самого простится. Хула на Духа Святого, не простится. Что такое? Третье лицо Святой Троицы самое значительное? О Боге Отце вообще не говорится? Нет, не об этом речь! В данном случае не об этом речь, не о Третьей ипостасе, взятой в отдельности от двух других. Речь вот совсем о другом. Отцы совершенно однозначно говорят о том, что это значит. Например, святитель Иоанн Затауст. Грех против Духа Святого преимущественно непростителен. Почему же? Потому что Христа не знали, кто Он был, а о Духе получили уже достаточное познание. Так что не говорили пророки, говорили по внушению Духа. И в Ветхом Завете все имели о Нём очень ясное понятие. Итак, слова Христа имеют такое значение. Двоеточие. Пусть вы соблазняетесь Мною по плоти, в которую я облёгся. Но можете ли вы сказать и о Духе, что Его не знаем? Потому-то хула ваша и будет непростительна. И здесь, и там понесёте за неё наказание, потому что Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную истину. Суть мысли его какова? Отвержение очевидной истины. Вот хула на Духа Святого. Очевидной истины. Не просто заблуждение человека. Мы все ошибаемся. И каждый может ошибиться. А когда очевидная истина... Помните! Убить и Лазаря. Потому что теперь уже ясно, кто такой этот Иисус из Назарета. Четверодневного смердящего не может никто воскресить. Так убить и свидетеля, и Лазаря. То есть истина очевидна и прямое противление истины. В другом месте Иоанн Сатаус говорит, «Противящиеся истине сами подтверждают учение истины тем, что делают и говорят каждый день». То есть они противятся тому, что сами утверждают даже, что необходимо следовать истине. Святитель Феофан... Ну, ещё просто приведу, чтобы была мысль уже яснее. Святитель Феофан Говоров, ну, затворник, пишет, «Всем состоит хула на Духа Святого, когда кто делает неправое, в то самое время, когда ум и совесть претят ему и не велят того делать». Противление, то есть хула на Духа Святого, означает что? Ожесточение и, если хотите, противление, сознательное противление тому, что совершенно очевидно для человека, это является истиной. Причём истиной не какой-нибудь, не математической, не географической. Речь-то идёт об истине какой, божественной. Вот о чём идёт речь. Это о чём писал пророк Исаии ещё хорошо. Горе тем, которые зло называют добром. О, Иуду Искариотского. Зло называют добром и добро злом. Тьму почитает светом и свет тьмою, горькое почитает сладким и сладкое горьким. Вот он хорошо выразил выразил вот эту вот мысль, это понимание, если хотите, что такое противление Духу Божьему. Ну, что, какие, так сказать, что это значит в отношении нашего вопроса? Очень целый ряд очень интересных есть высказываний Нового Завета, Евангелия, апостолов, где мы встречаемся с мыслью, с мыслью очень любопытной. Апостол Пётр пишет, Христос, находящимся в темнице, сойдя проповедовал. Эта проповедь была обращена ко всем, не только к праведникам, но, как он же пишет, но и некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. И им, оказывается, проповедовал Христос, сойдя в ад. Он пишет погибшим при потопе в одни ноя, мёртвым, даже так их называет, вот так кому? Мёртвым духом, естественно, сойдя в ад, Христос проповедовал. Как понимать это? Преподобный Максим Исповедник вот каким образом объясняет эти слова апостола Петра? Писание называет мёртвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Когда? Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть, восприняли через жизнь по плоти наказание за преступление друг против друга для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в Аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в Ад спасти мёртвых. Вот, оказывается, для чего сходил, по словам преподавателя Максима Исповедника Христос в Ад, не только праведных, но спасти мёртвых, то есть, осуждённых, некогда непокорных, ожидавшему их Божию долготерпению. Ну, об этом же апостол Пётр и говорит, что Бог нелицеприятен, ни для кого нет лицеприятия у Бога. Вообще, эта тема очень любопытная. Смотрите, что мы находим в Священном Писании по данному вопросу. Апостол Павла во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде приятен Богу. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников! Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который, Который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Слышите, какие любопытные слова? Наипаче, то есть, особенно, преимущественно. Спаситель всех человеков, а наипаче верных. А Христос за всех умер, это он пишет, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Апостол Иоанн Богослов Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Интересные какие мысли, да. Апостол Пётр пишет, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Замечательной иллюстрацией вот этих мыслей является факт, который даже в качестве Прими читается у нас, это факт спасения Ниневии. Помните, как Христос, как Бог послал пророку Ниневию, Иону в Ниневию? Вы помните всё? Да. Почему послал? В славянском тексте написано ещё три дня и Ниневия превратится, то есть будет уничтожена. И помните, когда Иона с проповедью прошёл, то, что произошло? И поверили Ниневитине Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. И Бог принял покаяние язычников. И в ответ на слова Ионы ответил, «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» То есть детей более 120 тысяч. Но что особенно здесь, вы знаете, умиляет. «И множество скота» Вы слышите, Бог о чём говорит? Ух, как! И скота Бог жалеет всё живое. «Мне ли не пожалеть?» говорит Он. Вот когда же! Вот она любовь какая! «Мне ли не пожалеть?» «Даже скота!» Просто это трогает, вот это замечание. Ну, действительно, невольно возникает вопрос, конечно, какого рода? Какова была вера неневитин? Не знаем мы. По крайней мере, что они были, так сказать, язычники, очевидно, что самое большее, что они знали, это совесть. И посмотрите, как принял Бог покаяние этих людей. И что же? Он их спас для чего? Он их избавил, не погубил неневия. Для чего? Об этом тот же Максим Исповедник пишет. Только для того, чтобы они здесь были спасены от гибели, а потом пошли в нескончаемые мучения, да? Как ужасно это предположить! Здесь их спасает за покаяние, кажется, спасает. А дальше и готовит им нескончаемые мучения? То есть, проповедь Спасителя, оказывается, была при сошествии в ад обращена ко всем людям без исключения, праведным и неправедным, живым там живым и мёртвым ко всем. И вот что же произошло с жертвой Христовой? Что она сделала для всех людей? Для всех людей, повторяю. Вот на Пасху только что мы слушали, а не знаю, или не слушали. Умертвил смерть, смертью поправ, смертное жилище разори своей смертью днесь. А в пасхальном слове-то что пишет Иоанн Затауст? Кстати, обратите внимание, только его слово читается как самое сильное догматическое выражение веры церкви. Церковь именно взяла это слово как выражающее её веру. Где твоя смерть и жало? Где твоя ада победа? Воскреси, Христос, и ты низверг си-иси! Воскреси, Христос, и подоши демони! Воскреси, Христос, и радуются ангели! Воскреси, Христос, и жизнь жительствует! Воскреси, Христос, и мертвый не един во гробе! Неужели непонятно, о чём идёт речь? Мы находим целый ряд высказываний отцов, которые прямо говорят о том, что совершилось воскресением Христовым. Что произошло? Произошло нечто, нечто, что действительно решительно изменило само понимание жизни, смысла человеческой жизни, произошло понимание того, что Бог действительно есть любовь. Как это выражено у святых отцов, об этом можно привести очень много различных высказываний святых отцов. Очень много. Но все они к чему сводятся? К тому, что, оказывается, как мы находим у Григория Богослова, у пастора Ерма, у Климента Александрийского, у ряда отцов, есть, оказывается, два, так сказать, способа вхождения в церковь. Один – крещение на земле, принятие таинства крещения. И второе, как он пишет, это крещение после смерти в аду. Слышите, что это такое? Я лучше зачитаю по избежанию недоразумений. Человек до принятия имени Сына Божьего мертв, но, как скоро примет эту печать крещение, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода, в нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми. Апостолы и учители проповедовали имя Сына Божия, скончавшись с верой в Него, и с силою проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им печать. Они вместе с ними нисходили в воду и с ними опять восходили. Но они восходили живыми, апостолы, а те, которые почили прежде них, нисходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия, и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни церкви. Они употреблены в строение, необсеченные, потому что они скончались в праведности и чистоте, только не имели этой печати. Григорий Богослов очень интересно пишет о том же самом, но в других словах. Он писал так – И что мне за закон человека ненавистничества новато? Вы сами знаете, какие были? Ух! То есть, все погибнут, только они спасутся. Может быть, они будут там крещены огнём, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха. И объясняет он же сам. Иные даже не имеют возможности принять крещение или, может быть, по малолетству кстати, не крестили в древней церкви, не было такой повсеместной практики, или, может быть, по малолетству или по какому-то совершенно независимому от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Последние не принявшие крещение не будут у праведного судьи, не прославлены, не наказаны, потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худы, ибо не всякие недостойные чести достойны уже наказания. Видите, какую мысль он проводит, Григорий Богослов. Он говорит, что сохраняется возможность, так же, как и сохраняется возможность образно говоря крещения в аду. Речь идет не о священном действии же, сами понимаете. Он говорит, о крещении, крещении погружения уже ни во что. Помните, в смерть его крестились во Христа. Крещение в данном случае подразумевает, что вот это крещение огнем, то есть он утверждает, что это акт, который совершается там и поедает легковесность всякого греха. Как это совершается? Мы, конечно, этого не знаем, как это совершается, но он утверждает факт, что, оказывается, это именно так. И, вы знаете, церковь с самого начала своего существования и, надеясь, до конца будет возносить молитвы об усопших. Слышите? Об усопших! Зачем же она возносит молитвы? Почему? Только по одной причине. Вера церкви именно такова, что, оказывается, и там возможно посекание вот этого легковесности греха. Вот это и там возможно крещение огнём всех тех, кто, оказывается, не мог принять Христа, не мог принять крещение, не мог жить достойно. О всех церковь молится. О всех, оказывается, молится она. Правда, церковь-то молится о всех, даже о властях и воинстве и я, в котором там кого только нет. А вот мы-то нет, я буду молиться только за православных. И ещё не всех православных, а спрошу, а часто он ходит в церковь? Ах, не часто? Вон его! А как часто причащают? Ах, редко? Нельзя подавать записки. Вы слышите? О! Какие мы святые! Эта церковь молится. Ещё молимся о властях и воинстве и я. А кого там только нет! Как Ноев ковчег. Всякой твари по паре. Но это ж церковь! Да, что она нам? Климент Александрийский пишет «По примеру Господа и апостола проповедовали Евангелие в аду». Вот интересно как! Выходит, что добродетельнейшие из учеников должны подражать своему учителю и в загробном мире, подобно тому, как они подражали ему на земле. Феофан Затворный пишет «Бог нелицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным». Вы слышите? Вы интересны-то! Это в каждой религии свой закон, но он говорит «Бог нелицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя, то есть чисто по совести». Патриарх Сергий Старгородский в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» пишет «Поэтому даже неприятие таинства, то есть крещения в установленной форме может не повредить человеку, раз образовалось в нём это существо истинного христианства, желание Царства Христова, не успевший по независящим от него причинам осуществить своего желания сочетаться со Христом, тем не менее, принимается наравне с крещенными. Святой Исаак Сирин очень сильные произносят слова. Если что, можно против них возразить. Знаете, какие? Не для того милосердный владыка Бог сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения и которых он всё-таки сотворил. Не для того но он говорит и другое. Глупые, знаете, ах, оказывается, там возможно крещение огнём, ну, ничего, поживём. Только дурак, можно сказать, и глупый. Он предупреждает тот же Исаак Сирин, который сказал, не для того сотворил, пишет, «Остережёмся в душах наших возлюбленной и поймём, что, хотя гиенно и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Вот о чём предупреждают, оказывается. Как апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, так даже лицом к лицу». Это мы должны всегда иметь в виду. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Вот. Поэтому и в данном случае мы должны тоже понимать, что наши вот эти соображения или мысли они всегда являются частью условными. Почему? Мы не знаем, что такое понятие вечность. Что это такое? Говорят, что вечность – это не бесконечность, это не время. Простите, а что же тогда ещё? Помните, когда мы с вами ну, приступали к некоторому рассмотрению учений о Боге, то я чьё-то высказывание приводил об электроне. Помните тогда? и он такую фразу написал, что, боже мой, не знаю, что и делать. Если вы спросите, электрон движется? Надо сказать нет. Он остаётся на месте? Нет. Он меняет место? Нет. Не меняет? Нет. Почему? Невозможно сказать, описать, нет у нас соответствующих понятий для выражения этого состояния. Даже более того, мы не знаем, частица – это или волна. В одной системе кажется, лучше считать его частицей, в другой – лучше считать волной. То есть, мы соприкасаемся с той сферой нашего даже тварного мира, по отношению к которой у нас нет понятий соответствующих, чтобы выразить, что там происходит. Ну, нет. Потому что мы живём в макромире, слышите? Вот это наш мир, который называется макромир. А здесь мы касаемся реальности микромира. И там другой мир, другие реальности, другие процессы. Всё. Поэтому понятия макромира, они неприложимы ни к микромиру, ни, кстати, и к мегамиру. Выходит за, опять-таки, предел, но в другую сторону. Так, видите, это касается даже реальности какого мира? Тварного, который можно пощупать, потрогать, понюхать, как угодно его резать, и делать, и бить, и колоть, не знаю что. Даже соприкасаясь этим миром, и то мы встаём тупик. Когда же мы касаемся мира духовного, эти проблемы у нас удестеряются, и я не знаю в какой степени. И поэтому, когда, помните, ангел показывал Макарию египетскому мытарство, то потом его предупредил и сказал, ну, учти, всё, что ты видел здесь, это только самые слабые понятия о том, что есть там. Слышите? Самое слабое понятие. Это нужно, друзья мои, обязательно знать. Это с помощью аналогии элементарно понять, элементарно понять. Ну, попробуйте слепому обозначить цвета, помните же, цвета. Ну, невозможно. Вы можете с помощью звуков, поскольку у него слух есть, и сказать ему, вот это звук до, это там чёрный, до, ре, это синий, ми и так далее. В общем, дура ми, фасоль не си. Знаете, да? И всё это раз, и на клавишах сыграли. И он в восторге! Теперь я знаю, что такое цвета! Что он знает? Ничего не знает! Вот в такой же ситуации находимся и мы с вами, когда пытаемся говорить о реальностях того мира. Мы не знаем, что такое вечность. Мы не знаем, какие процессы там могут происходить с душой, которая оказывается там. Мы даже поражаемся другим. Разбойник! Этот преступник страшный, который сам сказал, я говорю, правый разбойник, что достойный по делам нашим, и вдруг, и вдруг сегодня же будешь в раю, «А где же 40 дней? А где мытарство? А мытарство где? Что такое? Опять мы оказываемся перед лицом». Смотрите, каких вещей! Правда! Мысль есть у отцов, и она касается не только разбойника правого. Эта мысль подтверждается многими свидетельствами, касающихся многих святых, когда они тут же восходили на небо без прохождения этих вещей. И эту мысль, и этот факт они как интерпретируют, что для того человека, который искренне стремился жить по-христиански, стремился жить по-христиански, хотя понимает, что он не может, все мы, ну, не можем и в конце, но искренно стремиться. И тот, кто смиряется, кто приобретает это смирение в виде своего недостоинства, тот христианин имеет, умеет нечто, нечто высочайшее, чего не имеют нехристиане. Он может без мытарств достичь Царства Небесного. Но это подаётся рукою смирения. Не упорство, не ожесточение, не настаивание, а рукою смирения. Вот так. Ну, хорошо, так что, я это к чему всё говорю? Вот эта проблема, которую сегодня мы с вами рассматриваем, она действительно очень интересная, очень много, беспокоящая очень многих. Да. она опять-таки оказывается вот в той же самой плоскости. Именно. Да. Что, не зная понятия вечность, не понимая, что это такое, не зная, что такое там происходит, вот, мы видим, как святые отцы, разные святые отцы, да, по-разному говорили об этом. Вот, если вы говорите, хотите, чтобы я вам зачитывал, ну, пожалуйста, могу вам, да, могу вам попытаться кое-что, но, вообще-то, когда вы получите вот эту книжку, конечно, её надо бы так торжественно, наверное, сжечь, я думаю, что некоторые бы с удовольствием это сделали бы, да, да, и, может быть, даже сделают, так, с наслаждением, но что делать? Здесь есть параграф, зачем Христос не сходил в ад? И вот тут приводятся такие мнения отцов, за которые, не знаю, если бы они жили бы сейчас, мы бы им показали бы, сейчас, узнали бы они, да, как, как можно говорить такие вещи. Ну, чтобы не быть, не быть уже, ну, совсем таким, да, зачитаю. Ну, во-первых, из богослужения. Страстная пятница. Рукописание наше на кресте растерзалось Господи и, вменився в мертвых тамошнего мучителя связал еси. Кстати, обращаю ваше, связал еси. Вот, когда был связан сатана. Кстати, тысячелетнее царство Христово, о котором вы говорите, апокалипсис-то связан. Вот, когда он связан был, связал еси. И дальше. Избавль всех от усмертных воскресеньем Твоим. Избавль всех от усмертных воскресеньем Твоим. Или Великую субботу. Царствует ад, но не вечное над родом человеческим. Ну, о том, что говорится в пасхальном слове, Иоанн Зотоусте я уже вам повторять не буду. А вот просто зачитаю ещё из других святых отцов. Святитель Амфилохий Иконийский, 4 век, когда явился в аду, он разорил гробницы его и опустошил, и опустошил, слышите, хранилище опустошил, все были отпущены, кое-что пишет Осветитель, ай-ай-ай, все были отпущены, все побежали за ним, воссиял свет и рассеялась тьма. Ибо можно было видеть и всякого узника, узревшим свободу, всякого узника, узревшим свободу, и всякого пленника, радующимся о воскресении. Амфилохий Иконийский. Григорий Ницкий «По совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота!» Кстати, Григория Ницкого не осудили ни на Пятом Вселенском Соборе, а более того, даже Шестой Вселенский Собор включил его имя в число особо святых и блаженных отцов, а Седьмой даже назвал его отцом отцов. Афанасий Великий в своем пасхальном послании – вы же должны все это проходить было, но не знаю, вам зачитывают или нет – в своем пасхальном тоже послании пишет, Он, Христос, тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас или лучше сказать весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Я не знаю, какие нужны тут перетолкования, чтобы понять иначе. Весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Иоанн Затауст, говоря о бадовых темницах, и у которого можно найти и то, и другое, кстати, в частности, здесь пишет в адовых темницах, ибо они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом, ибо где Христос, там и небо. Ефрем Сирин, святой Ефрем Сирин, что пишет? Во гласе Господа при сошестии в Великую Субботу, во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его глазу. во втором пришествии, которое совершенно упразднит его ад. Исаак Сирин, если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, Бога, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там. Такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвернуть их нескончаемой скорби. это тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он всё-таки сотворил. Самое, может быть, очень любопытное, я помню, когда прочитал у Игнатия Брянчанина, вы знаете, что он очень решительно настаивал спасутся только православные. Это у него совершенно чёрным по белому. и вдруг встречает такую удивительную у него фразу. Лишённые славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании, а не образ Божий. Понятно, о какой славе можно говорить тех, которые будут в вечных муках ада. но должен вам сказать и другое. Это я просто привёл некоторые высказни вам. Некоторые. Их можно было бы, вы знаете, умножить, особенно, я говорю вам, из-за кто их, сколько можно. Должны вы и другое понимать. Вот одна линия. Видите, какие авторитетные отцы говорят? Есть другое, когда отцы тоже пишут, пойдут сие в муку вечную, а эти в радость вечную. Слышите? И то, и другого у великих святых отцов. Что означает? Я вам говорил. Действительно, это тайна. Тайна. И поэтому здесь мы можем, так сказать, размышлять, говорить, действительно, Бог будет всяческое во всём, как пишет апостол Павел. Или это есть только... Или... Не знаю, что есть. Да. Или это не то. В Евангелии мы находим сколько угодно слов пойдут эти в муку вечную. Правда же? Странно. Эти святые неужели не читали никогда Евангелие? Читали. Так они что, против Христа пошли, против Евангелия? Страшно подумать. Значит, что значит? Некоторые святых отцов не отвечают на вопрос, просто не отвечают на вопрос, как Бог мог дать жизнь тем, о которых Он точно знал, что они изберут зло в этой жизни и, следовательно, пойдут нескончаемые муки. Не отвечают. Другие пытаются ответить, отвечают и говорят нет, эти муки не будут нескончаемыми. Вот перед чем мы стоим. Но, ещё раз повторяю, это действительно тайна. Некоторые считают, что эти слова Евангелия и Христа о вечных муках, они являются ничем иным, как выражением той любви, образ которой мы находим здесь даже в земной жизни. А какой образ? Когда мать говорит ребёнку, не зная, какие страшные вещи только ему, говори, чтобы он только не ходил туда, не делал вот того-то. Чего только не говорит, чтобы спасти его от этого. От чего? От тех, действительно, скорбей и страданий, которые он действительно получит, если пойдёт туда. Но, говорится, это с такой силой, такими словами, чтобы человек удержать от этого во что бы то ни стало. И вот эти святые отцы, которые говорят, что не будет нескончаемых мук, они вот считают, что все эти высказывания носят характер тот, о котором хорошо сказал святитель Иоанн Затауст. Он прямо сказал, все эти высказывания в Библии, в Священном Писании, они сделаны ради или по причине простого, грубого народа, который понимает только чёрные и белые. А, оказывается, в жизни-то всё редко найдёте белые, то есть совершенства святых. Чаще встретите чёрные, чуть ли не сатанизм, а основная масса 99 и 9 в периоде серость. Вот в этой серости все мы и пребываем. Серые, но ради простого, грубого народа, который понимает только чёрное и белое, говорит Иоанн Затауст, святитель, так, так написано. Субтитры создавал DimaTorzok